МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Изморожены строительства коттеджного поселка на улице Челнокова, автокомплекса на Камышевском шоссе и пансионата в Урочище-Ласпи. А на доработку отправлен проект многоквартирного жилого дома на улице Корчагина. Главное, соответственно, согласовать фасады, чтобы вопросы, те, которые мы первично задавали еще неделю назад, они были отработаны. Севастополя Быть или не быть теплоэлектростанции на Федюхиных высотах, сохранить историю Севастополя, отодвинув законы экономической целесообразности на второй план, об этом сегодня шла речь на пресс-конференции в городском информационном центре. Свои доводы и аргументы журналистам приводили историки и архитекторы Севастополя. В Севастополе развернулась политика строительства теплоэлектростанции на Федюхиных высотах. Необходимость такого объекта в городе очевидна. Однако вопрос о месте размещения проработан недостаточно, утверждают историки. Севастополь – это необычное место. Севастополь – это город, фактически столица воинской славы Юга России. Здесь нельзя при расположении каких-то объектов на нашей священной земле, нельзя исходить из точки зрения только лишь одной экономической целесообразности. Специалисты также отметили, в этом вопросе есть и политическая подоплека. Поле Балаклавского сражения неоднократно посещали первые лица других государств. Два года назад тут был член королевской семьи Великобритании. За этим полем действительно серьезно следят в Европе. Если сейчас мы начнем там какое-то строительство, то отрицательный пропагандистский эффект, который могут получить за счет этого наши противники геополитические, он может быть огромным. Россия вернулась в Севастополь за тем, чтобы начать уничтожение его культурного наследия. Вот именно так и скажут. Севастопольские историки объясняют. Московские архитекторы работали в сжатые сроки и предложили первое решение, лежащее на поверхности. Проектировщики же ссылаются на документ, который свидетельствует об отсутствии археологической ценности данной территории. Специалисты Комитета по военно-исторической реконструкции приводят веские аргументы, связанные с преобразованием исторического значения места Балаклавского сражения, учитывая изменения пейзажа, ландшафта как экологической составляющей. У нас есть такое понятие, как историко-культурная экспертиза. Государственная историко-культурная экспертиза. Это процедура, которая предусмотрена законом об охране культурного наследия. И, в частности, здесь вот сказано два очень важных момента. Объектам экспертизы подлежат земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению. Наш участок под угрозой хозяйственного освоения, и он должен быть, эта экспертиза должна быть проведена. Визуально-шахтный анализ – это тоже процедура прописанная, и он делается при установлении режимов использования земель и градостроительных регламентов. Напомним, начало работ по строительству теплоэлектростанции запланировано на май 2015 года. Наталья Шульга, Дмитрий Долгов, информационный канал Севастополя. К другим темам. Со вторника, 17 февраля, в Севастополе снова изменилось расписание движения пассажирских катеров. Теперь они ходят с 5 часов утра до полуночи, а в промежутке с 7 до 9.00 отправляются каждые 10 минут. При этом с 9 до 10 утра катера ходят каждые 15 минут, а после переходят на 20-минутный интервал движения. 17 февраля во Дворце детского и юношеского творчества наградили победителей первого и второго этапов реализации в Севастополе президентского гранта «С чего начинается Родина». Начали мероприятие соревнования среди школьников по сборке на скорость автомата Калашникова. Проект направлен на военно-патриотическое и нравственное воспитание молодежи. Подарки и призы ученики севастопольских школ получили из рук президента Общероссийской общественной патриотической организации имени Калашникова Евгения Юрьева. В церемонии награждения также принимали участие представители городских властей. В мае состоится еще один этап соревнования. Уже в сентябре будут подведены окончательные итоги проекта. Военно-спортивным союзом имени Калашникова проведена у нас уже викторина. В школах в рамках проекта «С чего начинается Родина». Сегодня они прибыли, привезли нам отличную выставку, провели соревнования. Ряд участников будет сегодня награждено на торжественном собрании. Мне очень нравится разбирать автомат, поэтому я участвую часто в соревнованиях. И даже занимаю какие-то места и в школьных соревнованиях, и в городских. В эти дни в городе проходят памятные мероприятия, посвященные 26-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Во вторник о событиях 1989 года говорили в Севастопольском индустриально-педагогическом колледже. Вспоминали участников боевых действий, воинов-интернационалистов, погибших на полях сражений. Час памяти в учебном учреждении уже традиция для ребяток проводит очевидцы событий. Я чувствую потребность, чтобы передать подрастающим поколениям, детям, даже взрослым. Не все знают, как там было на самом деле. И считаю своим долгом в память о тех, кого, моих друзей, кто не вернулся, чтобы помнили, чтобы знали, что была такая, к сожалению, война. Там гибли люди, честно выполняли свой долг. И вот, я бы сказал, это как бы внутренняя необходимость. Продолжаем выпуск. За молодежью будущее во Дворце детского и юношеского творчества в очередной раз заседал дискуссионный клуб «Есть проблемы». Тема встречи «Защитник Отечества. Что это значит для каждого из нас?» В мероприятии принимали участие старшеклассники, учащиеся педагогического колледжа, а также бойцы Севастопольской самообороны. О своей роли в подготовке к 23 февраля рассказали в организации «Дочери офицеров». Провожу воспитание и патриотизм молодого поколения города-героя Севастополя. Мы сегодня пришли впервые в дискуссионный клуб. Тема для нас является очень актуальной. Это «Защитники Отечества». Нам очень интересно послушать, что думают по этой теме школьники, также другая молодежь, ну и высказать свою точку зрения касательно того, каким должен быть «Защитник Отечества», какими качествами он должен обладать. Ведь когда такие вопросы начинают обсуждаться со школьных лет, и это достаточно благотворно может повлиять на воспитание мальчишек, на формирование их качеств. В конце апреля члены клуба соберутся вновь, на этот раз для обсуждения результатов проведенной работы. Кроме того, поделятся планами на будущее. В Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя рассказали об особенностях нового сезона. 2015-й для ныряльщиков обещает быть насыщенным в планах организации разноуровневое соревнование, а также обучение фридайвингу новичков. Владимир Иларионов подробнее. В Севастополе прошло общее собрание новой общественной организации, созданной только в прошлом году. Ассоциация подводной деятельности Крыма и Севастополя объединила в своих рядах энтузиастов подводной охоты и фридайверов из многих городов Крымского полуострова. Нынешняя встреча началась с поздравления ветерана подводной охоты известного севастопольского художника Анатолия Шорохова и вручения юбиляру памятной медали. Я думаю, что наша, как говорится, организация будет продолжать дела тех ветеранов, которые раньше создавали. Они участвовали в соревнованиях республиканских, местных, союзных. Руководители ассоциаций подвели итоги полугодовой деятельности и наметили планы на текущий год. Участники собрания обсудили проблемы, возникшие в связи с переходом в законодательное поле Российской Федерации и пути их разрешения. Если мы пойдем, выход из Казачьей запрещен, заповедник. Заповедник, не заказник, а заповедник. Высший статус. Дальше кусок мыса Фиолента запрещен, заповедник. Мыс Лермонтова заказник, там еще куча заказников. Дальше мыс Айя заказник, то есть получается от Инжира, от Золотого пляжа до Батильмана заказник. Дальше мыс Сарыч заказник, ну и поехали там заповедники заказник. Руководитель секции свободных ныряльщиков-фридайверов Вячеслав Кулешов обрисовал ситуацию в развитии подводного спорта. Намечены соревнования по подводной охоте и по фридайвингу в бассейне и в открытом море. Где-то начиная с июня месяца мы будем устанавливать в Балаклаве наш фридайверский спот. Это специальная точка реперевая, на которую можно цеплять бульки фридайверские с глубинами до 50 метров. И будем также бесплатно людей обучать именно глубоким ныркам, то есть глубинному фридайвингу. И все это будет проходить в рамках АПДКС. Уже в ближайшие дни тренеры Ассоциации подводной деятельности начнут подготовку новичков к новому сезону. Одновременно разворачивается работа по сбору видео и фотоархивов, связанных с подводным спортом. Владимир Иларионов, информационный канал Севастополя. Таким был этот день. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова